Добрый день, друзья! Давайте мы поговорим про человека, которого зовут Никола Тесла, звали, ну и про его возможные, так сказать, проделки. Ну, неизвестно, конечно, так это или не так. Неизвестно, имел ли он к этому какую-либо причастность. Но три факта, один из них практически достоверный, два под вопросом. Первый факт это то, что факт или не факт, тоже, конечно, под вопросом, но много людей склоняются к гипотезе именно этой возникновения того самого Тунгусского метеорита в 1908 году в Сибири в районе Подкаменной Тунгуски. Речь идет о том, что в этот день произошло знаменательное событие. Мы, величайших каких-то ученых и исследователей, будоражим вот это вот событие, что там произошло. То ли это был метеорит, в большей части к этому склоняется, то ли это был Никола Тесла, который из своей башни запульнул туда, понимаете, сгусток энергии, который вот произвел такое опустошение в тайге. Ну, об этом мы не говорить сейчас не будем, а поговорим о двух вероятных, невероятных, скобочках, событиях, которым мог бы быть причастен Никола Тесла. Об этом не так много людей говорят. Вот мы видим фотографию Никола Тесла, ну, в молодости, да. А вот эта фотография, которую немногие, конечно, видят, это его фотография, последняя фотография уже на исходе его жизни. Так, вот. Ну, умер он 7 января 1943 года в Нью-Йорке. А родился в 1856 году, 10 июля, в Австрии, насколько я помню, в Австрии. Так, ну и вот первое событие. Первое событие, давайте, тут только одно правда, Ну, вот одно событие я расскажу, о нем уже было рассказано в одной из программ, когда во время войны с торками, допустим, англичан с торками, полк англичан или рота, не знаю, в каком это было все-таки, сколько там было людей, но, короче говоря, порядка 140 с чем-то человек, они неизвестно, куда пропали. То есть, когда они были на суше и под обстрелом турецкой стороны, они пытались завоевать там какое-то там, что-то такое там, деревню, должны были войти в деревню, и на пути в этой деревне они зашли на сопку, сопка была покрыта облаком, то есть, были очень низкие облака, и по своей личности они были закрытыми облаками, и все, что было видно, и то, что видели этих людей издалека, то, что они забрались на эту сопку, вошли в это как бы облако, в туман, и пропали. Все, больше их никто не видал. И в итоге их где-то там, когда-то, тела их нашли в какое-то захоронение, в общем, все в одном месте находились, в какой-то типа яме. В общем, короче говоря, что-то перенесло их с одного места в другое место, в другое время, куда-то они пропали. То есть, приписывают, опять же, Никола Тесла, то, что он занимался исследованиями, не только электрическими, но и кто-то говорит о том, что, возможно, к этому и причастен был Бертенштейн, но я считаю, что это маловероятно. А Никола Тесла возможно, да, возможно. Ну, то есть, это то, что называется телепортация, да. Вот. Ну, и вот сейчас это коротко. Ну, и мы сейчас поговорим о Элдридж. Что такое Элдридж? Элдридж – это был корабль «Смилис», который был спущен на воду, лейдаун, называется, 22 февраля 1943 года. 1943 года. Элдридж. Если мы возьмем и переведем это в гематрию, то это будет 724. Просто некоторая цифра, некоторая возможность совпадения. Что в сумме представляет, если мы сократим 7 плюс 2,9 плюс 4 – 13, 13 – 1 плюс 3 будет 4. Дальше. Октябрь 28-го 1943 года. Это был эксперимент. Ну, мы сейчас давайте пока с цифрами. В сумме будет это 17. 17 сравняется 8, 1 плюс 7. То есть, два раза по 4. Фильм был сделан, так? Фильм был сделан под названием «Филадельфийский эксперимент». То есть, в 1984 году. В сумме это 22, 1984 – 4. И это будет 4. Опять та же самая четверочка. Формально, формально, этот эксперимент назвался «USS Eldridge DE-173». И если мы преобразуем все вот это вот в гематрию, мы получим 48 опять. И четверка, и восьмерка. То есть, одни четверки, и восьмерки. Почему и как, сейчас об этом пока не будем. А это просто еще раз какие-то совпадения, какие-то цифры. Давайте мы сейчас почитаем, это будет видно. Eldridge был заложен 22 февраля 43-го года. Это я, значит, перевел, поскольку это на английском языке, на вот этой вот верфи в Нью-Арк, Нью-Арк, штат Нью-Джерси. И Eldridge был спущен на воду 25 июля 43-го года. Спонсором наступила вдова капитана лейтенанта Eldridge, мисс Джон Eldridge-младший. Обведен в эксплуатацию 27 августа 43-го года и командиром с лейтенантом Гаммитом. 22 февраля 1943-го года. 22 февраля 1943-го года. И мы возьмем 25 июля, 25 июля 1943-го года дата. Если мы ее просуммируем, мы опять получим четверочку. Eldridge, сам Eldridge, капитан-дейтенант Eldridge, он родился тогда-то, тогда-то, 10 октября, в 27-м окончил военно-морской академии, ну и так далее, и так далее. С 11-го сентября 1941-го года он был командиром 41-го разведывательной скальдрии, ну и был убит в бою на Соломоновых островах в 42-м году. Он был посмертно гражден крестом. 11-го сентября, 11-го сентября 1941-го года он был командиром 71-го разведывательной скальдрии, августа 42-го. Август 42-го, это будет 24. Ну, 24 и 42. 42-го это определенное число, да, 42-го это неблагоприятное, скажем, такое число или дата, вот, но 24-го это обратная сторона. И вот, и вот, что было дальше? Еще раз, вот этот вот Элдридж, вот этот вот эсминец, да, был построен и заложен вот в такой-то даты. И получил название Филадельфийский эксперимент. Он был предполагаем военно-морским военным экспериментом на военной морской базе Филадельфия в штате Филадельфия, штат Пензиваль, не простите, Филадельфии 28-го, примерно, 28-го октября 43-го года, в ходе которого Элдридж должен был стать невидимым, то есть с помощью маскировочного устройства для людей-наблюдателей на короткий период времени. Эта история считается мистификацией, то есть никак бы не было и вот мистификация, вот такая-такая, тут все написано, что он придумал, выдумал, но дело в том, что есть доказательства, и есть все это говорится о чем? О том, что товарищ Тесла возможно, да, провел этот эксперимент, в ходе которого корабль, таки, да, исчез, но исчез он не то, что на короткое время, и был создан фильм в 1948-м году, в 1993-м году было продолжение этого фильма, и в 2008-м году вышел фильм опять об этом же, уже более, так сказать, современный, через сколько там, 84-й, 20-й, опять же, через 24 года, через 24 года, опять те же самые 24, да, те же самые 24, появился вот этот самый, видите, 24, появились те же самые циферки, то есть, что произошло? Произошло то, что филадельфийский, еще раз, это было Филадельфии, да, и когда он стоял, ну, вот был спущен на воду, и он стоял, и там должен был быть эксперимент, он пропал, он пропал, и неожиданно он оказался в местечке под названием, под названием, по-моему, Норфолк, короче говоря, это то самое место, где было, где было как раз таки вот этот вот эскадрон людей, которые куда-то пропали, то есть, опять, ну, совпадение уже на сей раз места, где это было, но дело в том, что это все было все-таки в Соединенных Штатах, а то место, которое было, это было в Англии, да, но имя одно и то же, название этого места одинаково, и вот так это было или не так, это мы не знаем, разумеется, но один из вариантов такой, ну, вот такая коротенькая история, ну, может быть, кому-то будет интересно, пока все, спасибо, спасибо.